Приветствую, друзья! Вы на канале OnlyTopGames, с вами Громбал, и мы продолжаем выживание Сабнатики Беллоу Зеру. Это полноценная релизная версия, сборочка 44290. В ней доступен уже финал игры и ее концовочка последней катсцены, на которой мы с вами обязательно посмотрим. Но, раз это финальная последняя версия, мне обидно. Мне, друзья, очень обидно. Я сейчас покажу и объясню почему. В прошлой серии мы с вами строили вот такую, обустраивали большую комнату для нашего персонала. Здесь будут жить наши работнички, отдыхать, принимать пищу, принимать душ. Ну, в общем, вот такую комнатку обустроили. И большое спасибо всем, кто обратил внимание в комментариях под прошлым видео, как у меня получилось уже встроить в конце серии. Посмотрите, друзья, полностью разряженный строитель. Что мы с вами берем и делаем? А мы берем этим разряженным строителем, разбираем ящикчик. А потом берем этим же строителем и этот ящик делаем на место. Короче, строим полностью пустым строителем. При этом, друзья, я не использую никаких консольных команд, никаких читов. Это полноценная релизная версия, в которой до сих пор присутствуют баги. В принципе, это второй мной обнаруженный баг, но если какие-то там перепутанные диалоги, имена главных героев, это мелочи, я считаю, то вот этот баг, конечно, очень меня разочаровывает. К сожалению. Напишу, вернее, вот так вот сделаем, напишем F8 и напишем отзыв. Отправил, все нормально. В 3-2-1 благодарим за отзыв. Я надеюсь, надеюсь, на это обратят внимание и пофиксят этот не очень приятный баг. Правда, писали, сейчас я проверю еще одну штуку, писали в комментариях под одним из прошлых видео, что, возможно, это работает только внутри базы. Ну, как я вижу, внутри базы есть вот такие погодные эффекты. Град или дождь или снег, это что пробивается прям сквозь стеклянный купол, это нормально. Но, можно ли строить? Нет, нет питания. Вот, и снаружи базы я пытаюсь сейчас нажать правую кнопку мышки и хотел сделать какой-нибудь фундамент, но не получается. Возможно, это не баг, возможно, разработчики так и задумывали, а внутри базы, а внутри базы все функционирует и все. Ну, возможно, предположим, что мы питаемся от какой-то беспроводной зарядки. Только это можно предположить, поскольку внутри базы наш разряженный строитель продолжает работать. Тогда вопрос, почему разряжалась батарейка до ноля? Если бы это все было задумано, тогда ему бы вообще не требовался бы источник питания. Да, друзья, очень странно и непонятно. Но мы будем честны, мы будем заменять батарейку, питать ее. Да, и все у нас будет по-честному. Не будем пользоваться багом, потому что это, я считаю, неприемлемо. Такой вот красавчик, друзья. Кстати, в прошлой серии мы с вами, значит, узнали конец истории Маргарет. Как она, собственно, выбралась и перекочевала из первой сабнатики и попала уже в Беллоу Зеру. Кстати, прохождение сабнатики с полной русской озвучкой первой оригинальной есть на канале в отдельном плейлисте. Ну и связь уже между ними была установлена, вся бредыстория, все, что с ней связано, уже было описано в тех самых КПК, которые мы обнаружили в прошлой серии. А в этот раз я предлагаю разобраться с еще одной историей и не только более древнего судна. Что ж, давайте отправимся и посмотрим, почитаем, но не просто посмотрим, почитаем, друзья, а совершим и найдем нужные, скажем так, мне вещи. Потому что не зря мы туда будем просто так отправляться. Так, поедим, попьем по максимуму, фулами, пока что вот этим всем делом. Ну и, 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 и в принципе нормально. Нормально, костюм, если что, нам добавят еще водички. Ну и, друзья, давайте перейдем теперь к нашей интерактивности. Потому что у нас прохождение интерактивное, это значит, что именно вы влияете на ключевые моменты и особенности нашего геймплея. Не понял, кто утащил краб? А где? Ах ты, е-мое. Понятно, это уже происходит, это уже второй раз. То есть я его паркую в шахте, а он просто падает. Ну, тем лучше, мы сейчас проверим способность краба вертикальным подъемом. И как все, да, нормально, теперь хватает, посмотрите. Короче, друзья, если вы оставите краб вот так вот в пропасти, как я это сделал, то, в принципе, можете его потерять и он провалится очень далеко. Какой-то цвет получился не совсем. Давайте совсем вот так вот затемним. Самый, что ни на есть, черный. Друзья, мы с вами вместе выбрали этот краб. Это по вашим предложенным вариантам. Правда, этот вариант еще разделялся на два подвида. Shadow и тень. Вот так вот. Но, судя по комментариям, которые разделились ровно в половину больше, набрал Shadow. 36 на 18 я посчитал специально комментарий под предыдущим роликом. Так что теперь будем плавать на Shadow. И это подразумевало, что это Shadow Левиафан. Или теневой Левиафан. Черный, красные полосы и синяя его пасть. Очень тематично, очень полезно. Спасибо, что, в принципе, такой вариант был предложен. Хотя, если честно, он более такой классический. Я ожидал каких-то нестандартных, более ярких цветов. Потому что вот такой краб. Стоять. Вот такой краб будет очень легко. Ну, не то, что потерять маячок не даст. Но он будет плохо заметен. Но, раз вы выбрали, то, в принципе, так и сделано. Посмотрите, он просто черный. Shadow или тень. Он реально только черный. И название его только и спасает. И видно. Короче, друзья, куда мы с вами в этот раз отправимся? Отправимся мы в одно место. Являющееся заключительной, скажем так, финальной или центральной частью тех обломков, которые мы с вами находили. Но для этого нам лучше включить одни полезные координаты. Так, вот эти. Сигнал, пилот, последние известные координаты. В принципе, я думаю, нет, я знаете, что подумал? Подожди, подожди. Мне может кое-что понадобится. Я все-таки плохо еду подготовлен. Мне может кое-что понадобится. И это кое-что. Это целых две вещи. Чуть был не забыл. Потому что при исследовании предыдущих обломков мне там кое-что было не хватило. И сейчас я это подберу. Так, вот раз пропульсионка. И вот, кстати, два. Это две необходимых вещи, которые мне могут точно понадобиться. Все, теперь точно можно отправляться в путь. Поплывем. Как вы понимаете, друзья, я буду плыть, чтобы исследовать этот загадочный обломок. Обломок загадочного космического корабля. Так, вот так. Причем, два предыдущих обломка мы с вами уже исследовали. И они необходимы были, чтобы продвинуть дальше сюжет Subnautica Below Zero. Поскольку в них находились квестовые вещи, как узел переработки данных, да, чтобы мы смогли вывести из строя радиолокационную вышку. И таким образом Маргарет вообще с нами дальше заговорила и пообщалась. Так вот, именно эти детали были как раз вот в тех предыдущих обломках. А что же будет в самом главном обломке? И главный он, поскольку он, ну, собственно, вы когда увидите, вы поймете, почему он главный. Что мы там сможем узнать и нужно ли, собственно, к нему плавать? В принципе, мне это нужно не просто так. У нас уже появились чертежи ядерного реактора. Но, чтобы запитать этот ядерный реактор, как вы знаете, нужны топливные стержни. И, в принципе, можно было бы пойти двумя путями. Можно было бы насобирать настурана, сделать эти ядерные стержни, вставить и запустить. Но, есть путь более проще, скажем так. Можно найти сразу готовые топливные стержни и запустить таким образом реактор. Хотя, в принципе, для ребят, конечно, которые будут играть впервые, это уже что получится у вас раньше. Так, мы, получается, отправляемся по координатам, которые предоставила нам великодушно сама игра. Вот эти пилот последние известные координаты. С помощью них мы, собственно, искали базу Маргарет. А теперь нам нужно кое-что другое. Если поплыть вот где-то туда, темно и нифига не видно. Мы обнаружим базу Омега, на которой мы были, и, зараза, я не пасал мальчик. Но, если поплыть чуть-чуть правее, я думаю, это где-то здесь. Нужно искать обломки. То мы как раз вот и натыкнемся на то, что я ищу. Находится это все неподалеку. Поэтому исследователи, даже, которые играют первый раз, я думаю, это обнаружат. Поблизости обнаружен нос космического судна Трансгосударства Солнца. Название судна Меркурий-2 не функционирует. А вот, собственно, друзья, и он. Кстати, там еще один архитектор, артефакт открылся, который можно будет исследовать. Ну и, собственно, давайте посмотрим на эту красоту. Как смогла студия воссоздать реально затонувшее судно. Ночь, правда, фигово, что поплыли ночью, нужно было переночевать. Но, мне кажется, очень-очень даже круто смотрится. И реально видно, что он затонувший и пролежал здесь не одно, возможно, десятилетие. Но я очень надеюсь, что именно о этом мы и узнаем, собственно, если есть будут какие-то данные, чтобы это все дело прочесть. Так, во-первых, что нам нужно, друзья? Во-первых, нам нужно найти вход. Входов здесь несколько. Но так как мне сейчас нужны именно стержни для реактора, то я предлагаю воспользоваться вот здесь. Где-то был небольшой, вот-вот-вот-вот-вот, я вижу небольшой вход вот прям туда. Подгоним ближе, поскольку есть вероятно, что мы будем задыхаться, когда это все дело будем исследовать. И первым делом, чтобы я не забыл, давайте установим маячок. Как обычно делаем, выбрасываем и подписываем. Меркурий. Подожди, стоять боятся. Меркурий 2. Так и подписал. И здесь как бы двоякое название, в принципе, потому что, во-первых, этот корабль и называется Меркурий с римской цифркой 2. А во-вторых, этот обломок, друзья, в разработке появлялся именно вторым. Поэтому многие, кто играл в ранний доступ, называли его номером 2. Но, а здесь, мне кажется, он вообще является как бы самым главным. Я, кстати, взял вот то, что я хотел. Поэтому уж кто как назвет. Так, во-первых, что нам нужно выставить? Нам нужно выставить лазерный резак вот сюда. Нам нужно пропульсионочку поставить сюда. И идеально было бы вот так вот сделать. Правда, эффективность кислорода упадет. Ну, а вот, собственно, и он. То есть, отсканировать ядерный реактор мы можем либо на базе Омега, либо в этом обломке Меркурия. Так, а резать не надо, да? Раньше было нужно резать. Нет, нужно резать. Давайте посмотрим, что находится рядом в ящичках, которые заточены. Так, и вот, друзья. И вот и он. Топливный стержень реактора. Вот так вот. Легко и просто и прямо сразу готовый. Но не только. Есть медный провод и есть первый КПК. Ясмин. Я жива. Стефанос спас меня. Меркурий совершил экстренный взлет, и все с виду шло нормально. Я помогала экипажу на мостике со взлетом, поскольку экипажа не хватало из-за всего этого. Я услышала звук рвучего металла, и на долю секунды, готова покляться, все засеяло зеленым и стало нестерпимо горячо. Затем я увидела дневной свет и смотрела вниз на океанный лед. В моих ушах ревел самый сильный в моей жизни ветер, разрывающий корабль, люди вылетали из борта Меркурия, столько криков и хаоса. Мне повезло, я только что защелкнула крепление сиденья, Стефанос появился из ниоткуда, словно малайка ангел. Я почувствовала его жесткую мозолистую руку, надежно жевающую мою. Время словно остановилось. Он сказал, я держу, просто иди за мной, Элла. Не знаю, как он использовал аварийную привязь для того, чтобы затащить меня в ядро реактора, самый крепкий отсек на корабле. Мы ударились о воду, и все потемнело. Он спит, думаю, он ударился головой. Я источна, адреналин давно прошел, и мое тело болит. Думаю, я сломала ребро. Прикрою глаза ненадолго. Когда я проснусь, я разберусь со всем. Я нас спасу. Ну, здесь описывается, собственно, момент крушения, и как выжили вот эти двое ребят, Стефанос и Ясмин. Они спрятались в самом крепком отсеке. Отсеке реактора. Так, вот не зря. Не зря я взял пропульсионочку. О, друзья, посмотрите, еще один. Правда, это отработанный топливный стержень. Да хватит, мы уже поняли, мы поняли. Так, а почему ты не хочешь? Давай, двигайся. Давненько мы не пользовались пропульсионочкой. И здесь можно вот так вот. Все, отлично, расчистили путь. Поэтому, если будете плыть, не забудьте. И, так, я не понял, во-первых, посмотрите, еще один топливный стержень. Возможно, здесь мы смогли бы отсканировать утилизатор ядерных отходов. Правда, его мы уже сканировали с вами на базе Омега. Режем еще один контейнер. И что мы имеем? Так, баллон у меня есть. И здесь, получается, есть еще одна, друзья, часть того самого оборудования, которое помогло бы вам вывести из строя модуль на острове с ракетой. Да, е-мое, в глазах темнеет. Ну дай, дорежь, дорежь уже. А теперь вот переодевай. Да, в принципе, собственно, он нам не нужен. Фрагмент узла параллельной обработки. Но это говорит вам о том, что вы можете, в принципе, в нескольких местах его найти. Хотя лично я считаю, что это все-таки не так, неправильно. Мне кажется, идеально было бы сделано, чтобы по обломку этого узла размещалось в каждом обломке. Тогда бы вам просто пришлось бы необходимо исследовать все три обломка, чтобы собрать, продвинуться по сюжету и увидеть больше. Здесь разработчики, ну, как бы сказать, упростили, намного заметно упростили. Возможно, для людей, которые будут играть в первый раз. Я, в принципе, вам завидую белой завистью, поскольку вам много всего предстоит узнать и погрузиться в эту волшебную атмосферу. А вот для ребят уже, которые играли еще с раннего доступа ночна, давайте отсканируем, чтобы это не раздражало. Тогда вам, в принципе, будет легко и просто в любом из обломков вы сможете найти, возможно, не все, но какие-то части точно. Так, если залезть в эту шахту, я надеюсь, мы тут не утонем и недалеко она идет. И мы попадаем, друзья, кстати, грядку здесь возможно было бы отсканировать. Так, здесь у нас китайский картофель, который уже некуда складировать, и запечатанная дверь. Короче, здесь очень-очень много всего, и есть еще один КПК. Элиот. Ух ты, еще раз ух ты, это мечта каждого ксенолингвиста. В общем, я помогал со сканированием планеты, и, возможно, на поверхности есть неизвестные конструкции. Я могу сделать себе карьеру на всю жизнь. Изображения немного исказились из-за атмосферных помех, но это похоже на целенаправленную и комплексную архитектуру, что означает присутствовать в цивилизации. А цивилизации означают победный фандар и язык. Ух ты! Экипаж по большей части просто хочет вернуться домой, но это может стать эпохальным открытием. Я определенно подскажу Диане идею о походе на поверхность, так что я смогу взять команду для исследования. Отчаянно надеюсь, что дело выйдет. Эх, жду не дождусь, когда мы снова окажемся на расстоянии связи с солнцем. Лайла и дети будут рады это услышать. Тяжело быть так далеко от них, столько времени, но теперь это может стоить того. Я могу дать намного больше. Понятно, здесь один ксено-лингвист радовался, что нашел инопланетное присутствие и язык, который, кстати, он изучал. Язык, конечно же, архитекторов и притеж. Радовался, хотя многие другие люди опасались и не желали этого знать. Но каждому, как говорится, свое. Так, режем дверь и... И мы, друзья, в центральном зале. Что здесь меня интересовало, так это, конечно же, вот этот большой аквариум. Блин, времени просто катастрофически мало и не хватает. Еще один КПК, который можем прочитать. Диана, мои инстинкты не ошибаются. Стефанос всегда слишком осторожничает. Он ненавидит рисковать, что, думаю, вполне вероятно. Когда ты торчишь на другом конце галактики. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Эллиот нашел здесь, на неисследованной планете, следы инопланетной архитектуры и ждет, что я их просто проигнорил. Ха, клянусь поясом Ориона, ну и дурой была я была. Мы провели сканирование, и хотя на этой планете не так много залежей минералов, здесь есть приличное биоразнообразие. Команды отправляются утром. Наберется значительная партия особей и образцов для биопатентирования, которые будут распределены между экипажем согласно пункту об открытии. Посмотрим, как будут жаловаться Стефанос и остальные, когда в карманах их униформ посыпятся кредиты от правительства Солнца. Когда-нибудь они научатся доверять моим инстинктам. Нужно выбираться, друзья, и оказывается не только Стефанос, ой, 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 не только Стефанос, как бы, желал исследовать эту планету и изучить новый ксенолингвический язык, но также их, я так понимаю, капитан, которая распределила людей на две команды, а люди, соответственно, значит, еще выжили, кроме Ясмины этой или как там она называлась, и Стефаноса, и они хотели все это брать, изучать, и за это, конечно же, надеялись получить хорошие кредиты, деньги. Давай, я надеюсь, там уже заполнилась, подышалась, да? Так, 180, 90, да, вот мой основной баллон, все. Деньги благодаря патентам и новым открытиям. Так, это будет очень долго, давайте попробуем перебазироваться и найти другой подход, с которого ближе будет исследовать еще следующую часть этого корабля. Здесь несколько входов, и вот этот вход, собственно, здесь изображен с помощью обломков костюма Краб. Так что еще кто Крабецкого не нашел, можно будет дособирать именно здесь. Кстати, а что я так мучаюсь? Может, прям заплывем сюда? Да, действительно, а почему бы и нет? Эх, все, застрял. Застрял, тихо, 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 давай, давайте хотя бы вот так вот, доплывем, припаркуем и все, и значит нормально. А почему бы, собственно, я подумал, подожди, у нас за спиной есть Краб, в котором бесплатный набор кислорода, а вот так я, кстати, Меркурий еще не исследовал. Давайте попробуем, получится это сделать или нет, потому что на мореходе, как вы понимаете, заплыть не удастся. Здесь, кстати, есть фрагмент Бурокраб, фрагмент именно тот, который у меня, к сожалению, почему-то один из обломков не сканировался в шахте Альтеры. Короче, здесь проще, намного можно найти Краб. Так, вот так вот. В принципе, я не знаю, пропульсионка, наверное, больше не понадобится. И отработанные стержни. Я не знаю, брать их, не брать. В принципе, чисто ради антуража можно исследовать и использовать. Так, пока что ребризер сюда. Я использую налобный фонарь. Он мне очень сейчас упрощает жизнь. И мне, в принципе, нравится это оборудование. Смотрим, что еще можно выложить. Да, в принципе, и нормально. Батареечка пока что одну. И вот так вот. Мне кажется, Крабецкий просто рулит. Вы посмотрите, хранилища хватает на очень долго. Так, смотрим, что здесь еще. Ну, Краб вы точно здесь, короче, соберете. Однозначно Краб можно собрать без проблем. Так что шахта Альтеры не единственный для этого путь и выход. Но есть здесь еще, да, вот смотрите. Есть здесь еще, друзья, много полезностей. В частности, одна очень полезная штука, которую я собираюсь найти. Если у нас получится. Мне кажется, если я отсюда на Крабе, я больше с него не выберусь. Если я в эту дырочку заберусь. Так, давайте посмотрим, получится у нас это сделать или нет. Значит, раньше... А, да! Значит, раньше есть и была вот такая чудесная штука, которая здесь и осталась. Друзья, посмотрите. Это он. Я надеюсь, это он. Фрагмент укрепленного костюма Ныряльщика. Это просто чудесно. И это то, что, в принципе, позволит снизить по нам входящий урон. Меркурий 2. Скучаю по тебе, Эллиот. Еще один КПК. Надо убираться с этой планеты. Утро началось так хорошо. Я взял команду из шестерых для поиска строений с планетарных сканирований. Мы все были воодушевлены. Ну, а кто бы не был, эти строения могут стать ключом к другой разумной расе. Маловероятно, что другая колония забралась так далеко. Нас пишут в чертовы учебники по истории. Все шло нормально. Мы ушли на несколько миль от корабля, когда радио поймало настоящий сигнал. Похоже было на СОС. Мы все оживились и решили отправиться под воду, чтобы его найти. Это решение стоило нам трех жизней. Половина моей команды. Их порвало на части. Нечто. Они умирали, крича. Одни в этих холодных темных водах. Я не полезу больше в этот богом проклятый океан. Я отказываюсь. А еще некоторые животные на этой планете больны. Странные наросты на коже. Подозрительно медлительные. Я думаю, нам надо уходить. Но Диана говорит, что мы остаемся. Она думает, что выплаты по биопатентам все окупят. Но... Но те самые семьи больше не увидят своих близких. Их не будут волновать выплаты. Мы не можем вернуть тела. Мне не нужны дифирамбы в учебниках истории. Я просто хочу видеть Лайлу и детей. Я скучаю по запаху волос моей жены, потому как детишки прыгают на меня в дверях. Все, что я хочу, это убраться отсюда живым. Пожалуйста. Вот так вот мы и узнаем, друзья, судьбу исследовательской команды. Значит, их было шесть человек. Шесть человек, и они услышали сигнал СОС. А сигнал СОС, как вы знаете, выдается в извилистых мостах. Они отправились, чтобы это исследовать. И что-то там их порвало. Но вспоминая, что это могло быть, я думаю, что возможно, это Брут Шарк. Или грубые брутальные акулы. Возможно, это кальмара акула, которая была в глубоких извилистых мостах. И вот так вот сделаем неприятный сюрприз. Что здесь есть еще? Интересная информация. Стефанос, ну, мы сели в целостности. Несмотря на мои опасения, Диана, проклятая экстремалка, пошла на риск, и он окупился. Зачем нанимать меня в роли помощника по технической и инженерной части и не слушать моих советах? А, папа, я не просто так ходил 8 лет в школу и получил 3 степени. Я пытался убедить Диану, что нам не нужно останавливаться на ремонт. Для того и служат дрейф-привод и вторичная система двигателей. Это лишь чуть-чуть медленней, но руководит она, а не я. С другой стороны, я, возможно, буду работать с Ясмин. Не знаю, что она такая трудяга. Она ходила по кораблю и помогала всем подряд. Думаю, она действовала Диане на нервы, поэтому та отправила Ясмин ко мне. Она помогает мне осматривать и ремонтировать двигательную систему. Я думаю, что я самый большой технарь на корабле, но она легко даст мне фору. Она определенно может научить меня кое-чему, если только я не буду слишком отвлекаться на ее улыбку. Улыбка у нее лучше всех. Ну, это Стефанос влюблен в Ясмин, а Диана, я так понимаю, была командиром их корабля. Так, и как же быстро у меня здесь заканчивается кислород. Возможно, стоит было одеть ребризер, но, как вы видите, с ребризером это все не так чудесно. Так, друзья, нам нужно быстро отсюда выбраться, подышать и продолжить исследование. В принципе, основное мы с вами узнали, это то, что я хотел, в принципе, узнать, что это за команда, чем они здесь занимались, но самое главное, мы, друзья, отсканировали, мы отсканировали ядерный реактор, вернее, не ядерный реактор, а нашли топливные стержни, хотя отсканировать его тоже здесь можно было. И самое главное, тот самый дистилляционный костюм. Так, нужно как-то здесь был еще второй проход в этот центральный зал, чтобы я мог быстрее отсюда выбираться. Я еще единственное, что здесь хотел посмотреть, на самое важное в корабле, в каждом корабле, это, конечно же, на сердце, на моторы мы посмотрели, хочется посмотреть на мозг, на кабину, как она в итоге реализована, потому что, ну, в раннем доступе она еще была сыровата, скажем так. Так, бассейн, вернее, аквариум мы с вами отсканировали, еще одна есть закрытая дверь, и, возможно, именно за ней и будет кабина того самого корабля. Хочется посмотреть на это управление, и, возможно, там есть какие-то новые КПК, которые уже откроют финал этой истории, как все дело закончилось с этими ребятами, которые хотели разжиться... Нет, это не то. Разжиться на патентах. Это еще один выход-вход. Понятно. А, это мы здесь были, кстати, я понял. Это второй связующий выход-вход. Все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все. Давайте двигаться быстрее. Нам куда-то нужно в правую, правее часть. Возможно, в эту шахту. Возможно, я ошибаюсь. Так, ну, у нас, в принципе, два баллона есть. Хотя, судя по этим всем хитросплетениям, не так-то это и много. Два баллона, скажем так. Так, где я получился? А фиг его знает где. Так, понятно. Я снова не там. Друзья, мне нужно попасть в правую часть корабля. Вернее, не в правую, а в центральную часть. Но там где-то был проход направо. Насколько я, по крайней мере, помню. Да-да-да-да, все нормально. Поэтому я сейчас вот заряжаю снова два баллона и отправляюсь искать ближайший вход. Кстати, вы слышите, как работают двигатели? Этот звук на обновленном крабецком. Так что, краб в первой сабнатике и в оригинале несколько отличается. Так, ну что ж, давайте попробуем это сделать быстренько. Так, здесь входа нет, да? Да. Значит, через эту дверь нам куда-то нужно все время правее. Правее, 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 правее. Вот сюда. Так, 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 так. Так мы были. Или по второму этажу. Где-то вот. Вот сюда, 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 сюда. Вот она, друзья. Вот этот мозг корабля. Пункт управления. Здесь, опять же, присутствует узел параллельной обработки данных, чтобы вы смогли вывести антенну из строя. И еще один КПК. Аварийный взлет. Диана. Клянусь, поясом Ориона, все пошло наперекосяк. Откуда мне было знать, сколько всего пойдет не так? Я подвела экипаж. Нет, я не подвела. Я не получила бы эту должность за провалы. Виновата эта пустынная земля. Мерзлая и проклятая. Из-за этих роющих существ и странной болезни, симптомы которой появились у некоторых из членов экипажа, нам придется улетать завтра с первыми лучами. Мы готовимся к немедленному взлету. Мы не можем рисковать тем, что вибрации привлекут копальщиков. Так что проверку систем пропустим. Рискованно, но я верю в себя экипаж Меркурия. Правда, посадили мы эту штуковину практически чудом. Но мы должны убираться отсюда. Может быть, орудие не нужно, чтобы не пускать никого сюда. Но если мы улетим, оно нас отпустит. Я вынужден оставить здесь экипаж в пещере на карантине. Мы за ними вернемся. Но мы не можем рисковать распространением неизвестной инфекции по Меркурию. Мы упаковали для них припасы, но излишка. Хватит только на две недели. Я им говорю, что мы вернемся. Но не думаю, что я смогу безопасно приземлиться здесь во второй раз. Мне ненавистна эта мысль, но я вынужден набросить их здесь. Я не могу рисковать всем Меркурием. Собственно, друзья, собственно, вот... Вот этот КПК я искал. Так, давайте подберем диск музыкального автомата. Вот этот КПК я искал. Во-первых, посмотрите на кабину. Здесь было основное управление Меркурием 2. Ну, а во-вторых, как раз мы и узнали, чем все это дело закончилось. Закончилось тем, что Диана, это капитан корабля, приняла решение на себя покидать эту планету. Но, чтобы сделать этот взлет быстрым, она решила пропустить проверку, которую они не выполнили. Но и что-то, собственно, я думаю, пошло не так. И, наверное, на взлете корабль взорвался, развалился и обрушился на планету. Как-то вот так. И, друзья, не это еще и главное. Главное то, что экипаж увидел и заразился, самое главное, друзья, заразился неизвестной бактерией. Ну, как вы понимаете, это была хора. И у некоторых членов экипажа уже начали проявляться симптомы. Поэтому Диана, как капитан корабля, несущая ответственность, вынуждена была оставить их на этой планете. С запасами двухнедельной давности. Так что, в принципе, где-то мы сможем еще обнаружить, я так понимаю, останки этих людей, если получится. Диана не хотела подвергнуть всю цивилизацию или вне космическую цивилизацию непонятной заражению какой-то бактерии. Поэтому приняла для себя тяжелое решение. Она планировала вернуться по этих людей. Правда, сама уже и говорила, что непонятно, как она вообще будет приземляться. Ну, почему ты нас не хватаешь? Хватай. В общем, в принципе, друзья, все основное с Меркурием 2 мы выяснили. Люди были сразу... Такие энтузиасты радовались, что нашли новый язык внеземного происхождения. Хотели его расшифровывать. Хотели исследовать планету. Хотели запатентировать много находок. Получить за это, соответственно, выгоду. Ну, и были вот в таком вот возбужденном состоянии. Но планета оказалась совсем неблагоприятной. Посмотрите, как выглядит Меркурий 2 сейчас. Ну, и, собственно, мы, конечно же, сможем посмотреть, как он выглядел, когда был абсолютно новеньким. Что ж, мы здесь с вами все закончили. Можно, в принципе, переименовать маячок. Обычно исследованный я крашу уже в синий цвет. И все, тогда он не будет привлекать внимание. Друзья, получил, что хотел. Возвращаемся на базу. По традиции, друзья, обязательно покажу координаты этого места. F1, отладочная панель, камера, волпост в трехмерном пространстве. 281, минус 198, минус 1269. Кто желает найти, можете воспользоваться вот таким вот способом. Вот что я насобирал в обломке Меркурия 2. Ровно 4 ядерных стержня цельных. Есть еще 2 разряженных, отработанных. Мы их потом утилизируем. Ну, а пока что набираем титана и будем все это дело строить. Что я хочу? Конечно же, то, что мы насобирали, нужно где-то применить и построить. Где мы это будем делать? В этот раз сильно огромную базу раздувать я не хочу. Будем делать ее тоже такую небольшую вокруг вот этой интересной текстуры, использовав мостик. Ну и чтобы здесь все уместилось, было красиво, аккуратно и компактно, да плюс еще имелся красивый обзор, я предлагаю, конечно же, строить верх. Друзья, не зря мы расположились именно ровно над поверхностью. Вот так вот можно еще и бегать. Чтобы как раз вот я и планировал строить это все в высоту. Ну, по крайней мере, как минимум 1-2 этажа. У нас, значит, имеется здесь биореактор, который отрубился. Кстати, вот эта установка водоочистительная жрет много энергии. Так что я не просто так отправился к Меркурию 2, чтобы там построить себе ядерный реактор. У меня не хватает уже энергии, так что нужно подумать о ее производстве. Поэтому, друзья, мы и будем с вами как минимум строить одну многоцелевую вот так вот вверх. Я единственное не помню прочности, сколько у меня базы. Я надеюсь, сколько прочности. Минус, а, 6,3, все нормально, все нормально, значит, хватает. Значит, можно даже еще симметрично сделать еще одну комнатку, которую, кстати, будем тоже как-то использовать. 5 и 1. И вот как-то два этажика есть. Потом можно будет еще даже как-то соединить или строить еще и третий этаж. Ну, посмотрим. Пока что начнем вот так вот. Так, чтобы подниматься к этой комнатке, друзья, к этой комнатке, чтобы подниматься, нам нужно сделать лестницу. Я вот думаю, а где же, собственно, ее сделать? Ну, здесь либо тут, либо тут здесь стол, значит, придется сделать ее здесь. Правда, плакат будет теперь мешать. И как-то выглядеть он будет, конечно, не очень. Вот так вот. Поэтому придется наш красавчик перенести. И, друзья, я вам обещал показать, как он будет выглядеть новеньким. Вот так вот выглядел новенький Меркурий 2, когда он только приземлялся на поверхность планеты 45-46Б. И все горели желанием исследовать, проводить эксперименты и получить патенты и много денег. Но, как вы поняли из КПК, текст, что мы с вами прочитали, что-то пошло не так. Планета оказалась совсем негостеприимной. Короче, вот здесь мы с вами и будем строить, что, правильно, ядерный самый настоящий реактор. Так, ядерный реактор. И у нас практически всего хватает. Останется достроить только... Ну, пока что в эту сторону. Вот так вот его развернем. Пласталевый слиток. И все будет готово. Значит, я уже все приготовил, чтобы вас с этим мудным и нудным процессом не мучать. Так что делаем. Пласталевый слиток. И можно отправляться его, в принципе, строить. Да? Да. Готово. Так, сейчас у нас будет свой собственный ядерный реактор. Как обустроить эту комнатку по традиции? Пишите варианты в комментариях. Я все прочитаю и приму какое-то интересненькое решение. Благодаря вашим советам. Пока что просто строим ядерный реактор. Комнату обустраивать не будем. Попозже почитаю ваши рекомендации. Но и забрался он, друзья, то, ради чего мы, собственно, и плавали. Четыре ядерных стержней. Заработал, включилось. И посмотрите, сколько сразу стало. 3,325. И она сразу же стала пополняться. Так что проблему с электроснабжением базы мы однозначно уже с вами решили. Но, раз есть ядерный реактор, то у нас есть еще один полезный чертеж. Собственно, с которым мы тоже можем разобраться. Это я, конечно же, говорю о укрепленном костюме ныряльщика. Вот и он, друзья. Что для него нужно? Два алмаза, два титана и синтетическое волокно. Синтетическое волокно это рубин и спиралевик. Все уже заготовил, приготовил. Показываю финальную последнюю стадию крафта. И делаем укрепленный костюм ныряльщика. И я вот думаю, а стоит ли его мне сейчас одевать или нет. Потому что раньше, собственно, в нем только и бегали. Но, сейчас у меня есть дистилляционный костюм и он постоянно делает пакетики с очищенной воды. Меня это более чем даже устраивает. Поэтому, друзья, в чем же ходить, собственно, пишите в комментариях. Костюм ныряльщика из прочных синтетических волокон обеспечивает защиту от физических повреждений и повышает шанс на выживание при экстремальных температурах. Вот он, собственно, для чего был нужен. То есть, когда я отправлялся строить теплоэлектростанции, вот его нужно было найти и одеть. Ну, мы теперь вот в таком вот темненьком костюме. Но, все же, пока что я оставлю дистилляционный. А когда мы будем куда-то отправляться с вами в опасные какие-то места, тогда придется костюм этот будем переодевать. Скорее всего, пусть будет. Ну и, друзья, в принципе, что мы еще с вами получили с Меркурия 2? Получили, насколько я помню, новую музыку для музыкального автомата. Каждый раз бегать в нашу вот туда, внизу комнату отдыха, там стоят музыкальные автоматы как-то долго. Поэтому я, друзья, предлагаю кое-что сделать. Уберем здесь люк, в принципе, нам одного хватает. И вот прямо здесь, на входе центральном, поставим музыкальный автомат. Вот так вот, чтобы каждый мог зайти, включить, чего там не хватает, титана, и наслаждаться композициями студии Anno Walls. Так, достраиваем. И красиво. Но как-то чего-то не хватает. Да, чего-то не хватает. Дайте мне стекла. И мы сейчас с вами сделаем то, чего не хватает. А не хватает красоты, друзья. Красоты. А красота в стеклах, конечно же. Вот так вот сейчас поставим. О, и совсем другое дело. Смотрится? Смотрится. По бокам. Кстати, можно сделать две колоночки, чтобы это было хорошо слышно. Раз-два. И вот здесь раз-два. Насколько я помню, там с медной рудой было связано. Так, смотрим, где эти колоночки. Вот здесь. Одну колоночку вот сюда. Бабах. И вторую колоночку вот сюда. Ну и смотрим, какая добавилась новая композиция в этом Mercury 2. Это моя Miracle Rocking Gaming. Сабнатика была. Мне кажется, вот эта добавилась. В общем, я здесь немножко диджеем поигрался, друзья. Как вам вообще композиция? Слушайте, не слушайте. Мне очень нравятся все, практически все композиции в Сабнатике Белого Зеро. Когда-то было, прилетело даже за авторские права. Но потом студия оперативно решила эту ситуацию. Так что, в принципе, они все уже должны быть без авторских прав. Ну, получилось вот как-то так. Самое главное, мы запитали энергией нашу базу. И проблем теперь с электроснабжением не должно быть. Это просто превосходно. Дальше мы продолжим ее, конечно же, строить, делать красоту и делать ей кастомизацию. И в этом процессе, конечно же, вы обязательно поучаствуйте. Так что, у нас еще будет вариант названия и покраски базы. Так что, готовьте свои комментарии. Что ж, друзья, я думаю, на этом мы с вами серию закончим. Прикольная композиция, да. Друзья, если вам интереса была серия о Меркурии 2, о истории этого аппарата, как все там дело развивалось и к чему, собственно, привело... Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик с простановкой всех уведомлений. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь, ставьте пальчик вверх. Предлагайте ваши варианты обустройства комнаты с ядерным реактором. И, конечно же, друзья... До скорой встречи в новом видео. Продолжение следует...